Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами школа Диметриус и я тренер по колористике Анна Темир. В этом видеоролике вы увидите, как можно сочетать разные техники окрашивания. Конкретно на этой работе плавная растяжка цвета от темных корней к светлым концам. Но также здесь есть еще один маленький секрет, который вы можете сделать очень быстро. Видите такое мерцание, дополнительное свечение волос. Это видно при различных укладках, также при ходьбе, такие переливы цвета. А как это сделать, смотрите дальше. Перед выделением нужных блоков определите пробор, который носит ваш клиент и от него отступите такую прядь примерно сантиметр-два шириной. Она не понадобится, ее можно сразу же перенаправить на другую сторону. Вся суть в том, что здесь в височно-боковом блоке вы выделяете такой прямоугольник, но он неровный. Он должен быть диагональный, чтобы при распаде волосы, естественно, распадались на лицо. Вот, это лишнее. Сразу же можно заколоть, чтобы ничего не мешало вам под рукой. В целом прямоугольник будет таким достаточно широким. Выделяйте везде зигзагами, чтобы было менее читаемо. После того, как вы выделили целый блок, его можно для удобства поделить еще на две части. Прямо посередине вставляете расческу, зигзагом походитесь по всей ширине. Но это еще не все. Теперь в каждом маленьком блоке вы также зигзагами разделяете, но уже полностью по периметру всего блока. Вот такими движениями. Такое глубокое разделение блока дает вам максимально естественный распад. Видите, они проникли, то есть вершины вот этой пряди, которую сейчас буду осветлять, находятся достаточно глубоко в волосе. Вот, этот блок нам не нужен. В верхнюю часть выносим осветление. Для удобства можно использовать термобумагу, ну, либо фольгу, конечно. С термобумагой очень удобно. Это разделение от первого блока, который больше не понадобится, поэтому его тоже можно сразу же убрать. Это вторая половинка блока, которую тоже нужно разделить на две части. Все, на височной боковой зоне больше ничего не делаю. Перекидываю обратно эти пряди. Пробор возвращаем на место. Все, перехожу на второй височный блок и делаю то же самое. После того, как вы сделали нанесение, время выдержки примерно минут 30-45. Не забывайте про визуальный контроль. Данный способ вы можете комбинировать с растяжкой цвета. Например, делать на теменной зоне плавный переход и также внизу, где осталась основная масса волос. Если у вас есть задача, сделать более светлый блонд. По истечении времени выдержки я смыла волосы Сашу и вы можете посмотреть промежуточный этап. Вот они, пряди. Я их оставила в таком же разделении, чтобы вы могли увидеть, что сейчас есть. Какая база, какой вообще распад. Вот, сейчас это все буду тонировать одним составом. Пряди я перекладываю фольгой, просто чтобы мне было удобно их перекладывать для нанесения корней и нанесения состава на основную массу волос. При нанесении состава на корни делайте это очень легко и даже немного размашисто, чтобы не было четких линий, таких читаемых, чтобы растяжка была максимально естественной, чтобы был плавный переход цвета. Нанося различные оттенки цветов и там, где они соединяются, именно на стыке, вот нужно размывать границу, прям вот так вот пальчиками. Все, нанесение закончено. Время выдержки 30 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok